Здравствуйте, это видео-версия издания «Военное дело». В нашем сегодняшнем новостном блоке следующее. Экс-советник шефа Пентагона предупредил Байдена об опасности конфликта с Россией из-за Украины. Британским военным теперь запрещено называть друг друга парнями. И в МИД РФ оценили планы США направить военные корабли к границам России. Экс-советник шефа Пентагона предупредил Байдена об опасности конфликта с Россией из-за Украины. Экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative заявил, что риторика Байдена, направленная против России, и подталкивание Украины к эскалации ситуации в Донбассе могут втянуть Соединенные Штаты в войну, к которой страна совершенно не готова. Макгрегор указывает на то, что заявления Украины о силовом урегулировании донбассского вопроса могут непосредственно разжечь конфликт между США и Россией, отмечая при этом, что президент Байден не объясняет своим гражданам, для каких целей Вашингтон поддерживает такую агрессивную риторику со стороны Украины. Бывший советник напомнил, что вооруженные силы России в значительной степени превосходят армию Украины, а силы Североатлантического альянса, расположенные в Европе, не способны оказать существенного влияния на конфликт в Донбассе. Отмечая при этом, что НАТО делает ставку на ВВС, забывая о мощнейшей российской системе ПВО, способной сдержать натиск противника. Британским военным теперь запрещено называть друг друга парнями. В рамках кампании, направленной за гендерное равенство в армии, военнослужащим 22-го инженерного полка британской армии запретили использовать в обиходном общении слово «парни». Такой запрет введен старшиной полка. Под запрет также попали слова «человечество», «спортивное мастерство» или «физподготовка» и некоторые другие. Приказ распространяется на всех военнослужащих полка, которые принимают участие в онлайн-конференциях. Старшина, пожелавший остаться анонимным, указал своим подчиненным на то, что все они должны помнить про разнообразие и инклюзивность. Поэтому слова «джентльмены», «мужчины» и «парни» становятся неприемлемыми и не должны использоваться. Однако такое требование не нашло поддержки у многих солдат, которые считают, что командование пытается решить проблему, которой попросту не существует. Обозреватели британских СМИ указывают на то, что миллионы фунтов стерлингов были потрачены на гендерно-нейтральные уборные в Королевской военной академии в Санхерсте, что на фоне сокращения военного бюджета выглядит не совсем разумным шагом. В Министерстве иностранных дел России оценили планы США направить военные корабли к границам России. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что предупреждает США, что им лучше держаться подальше от границ Российской Федерации и, в частности, Крымского полуострова. При этом он отметил, что риски возникновения инцидентов очень высоки. США должны прекрасно понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в текущем году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет, пояснил замминистра журналистом. Напомним, что ранее в МИД Турции сообщили, что США официально уведомили Анкару о проходе двух кораблей ВМС США через Босфор в акваторию Черного моря. Планируется, что они там будут находиться в период с 14-15 апреля по 4-5 мая текущего года. На этом пока все. Еще больше новостей вы найдете на сайте издания «Военное дело». Субтитры создавал DimaTorzok